Вход в подвальное помещение 6-го подъезда дома 11В жилого массива Нурак-Тубе жителям этого самого подъезда с некоторых пор закрыт. Здесь в течение месяца, по их словам, ведется строительство спортивного клуба, что, конечно, жильцам, особенно с нижних этажей, ничего хорошего не принесет, уверены они. К тому же, что особенно неприятно, предприниматели, прежде чем начать работы, не удосужились спросить их согласия. Почему Акимат распоряжается нашим подвальным помещением? Поэтому мы все против, категорически все 54 квартиры, которые находятся в 6-м подъезде, мы все против. Мы уже заявление написали в прокуратуру, в Нур-Отан, и участковому я написала, лично я написала, потому что они коллективные, почему-то участковые не принимают. Лично я написала заявление. Они хотят там тренажерный зал, там 6, сказали, душевых кабин будет, и якобы мини-бассейн. Это мне работники сказали, которые ремонт делают, вот они мне так сказали. У нас жалоба в чем состоит? В том, что этот спортивный зал, инженерные сети под него не рассчитаны. То есть, как электричество, как водоснабжение, все остальное. То есть, парковочные места, здесь все ограничено. Хотят люди делать бизнес. Пусть он строит, степь большая, мы к ним пойдем, будем заниматься. А зачем к нам в нашу хату лезть? Да, мы заходили в подвал, то есть, я инженер-электрик, я имею техническое образование. Я обратил внимание, то есть, наши несущие стены, они повреждены, они выдолбили там в них какие-то ниши, попробивали дырки, стоит какой-то газовый баллон, то есть, это опять-таки нарушение пожарной безопасности. Завтра, например, будут душевые кабины, да, тем более не одна, если кабина будет. Я представляю, там какой пар будет. И у меня, получается, и сырость будет, и все такое. И я вот лично, я против. Ну, не только я, я, и все мы против, естественно. И даже, если они даже сейчас, вот сейчас работы ведутся, они там курят, да, а вот эта вот курева, она ко мне прямо идет, и она поднимается прямо. Все квартиры в доме приобретены по накопительной системе через жилстрой Сбербанк, и практически многие из них уже выкуплены, утверждают жители шестого подъезда. Оттого, по их словам, каждый из владельцев квартиры имеет полное право на свои несколько квадратных метров и в подвале. Но, как оказалось, дом до полного погашения займов принадлежит государству, которое и решает, как распоряжаться подвалом. В данном случае учредителем оказался городской отдел финансов, а балансодержателем – отдел ЖКХ. Здесь в ближайшие шесть лет будет функционировать спортклуб для детей. Это все делаем для того, чтобы для жильцов этих, для жильцов Нур-Сити, для детей. Мы вот сейчас, допустим, строим тренажерный зал, как бы для детей там секции будут, танцы, шейпинг, чтобы, допустим, дети могли заниматься там, не приходилось ездить там в жилянку или еще куда-то, людям было удобнее. На данный момент, допустим, в Нур-Сити нет такого, чтобы для детей что-то было, для женщин. Тем более там молодежи много, им сейчас некуда ходить, чтобы просто так не ходили, время могли там уделить спорту. Как бы для детей это очень хорошо, я думаю. По словам предпринимателя, клуб должен был заработать уже в январе. Но из-за того, что жильцы подъезда вставляют палки в колеса, строительные работы затягиваются, так как все силы уходят на борьбу с жильцами. До этого вначале они когда приходили, спрашивали, перед тем, как вот мы открылись, а начали ремонт, одни спрашивали, что вообще, что открываете, что будет здесь вообще. Ну, мы объяснили, что для детей тут будут секции, чтобы можно было там танцы, борьба, дзюдо, все вот это, чтобы было, да. Они были рады, что, допустим, не придется возить в жилянку или еще куда-то там. Вот сегодня даже элементарно они мне решетку вырвали на окне, и там была кирпичка, из кирпича стена, они ее снесли. Все это засняли мои рабочие на видео. Постоянно там хай-вай устраивают, заходят, допустим, провоцируют рабочих. И вот, допустим, элементарно меня даже, то, чтобы мы с ними там, не знаю, поругались или еще что-то, мы стараемся как бы на конфликт не идти. То, что в подвале пользуются газовым баллоном и собираются строить бассейн, директор будущего спортклуба категорически отрицает. Душевые кабины в спортклубе предусмотрены, но под них будут сооружены специальные вытяжки. Поэтому жильцам не о чем беспокоиться, уверяет Асхат Караманов. Разве что перетерпеть временные неудобства, связанные с работами. А там мир, дружба и спорт. Осеткин Жалина, Сергей Калашников, программа «Факт».